Продолжение следует... Пришлось сделать все абсолютно так, все менять, корни. Мы сейчас вам покажем, что время не терять. Все, что мы здесь сделаем, это с учетом именно хорошей биологической безопасности. Жизнь нас научила это, это первое. Второе. Первый этап – это 8 тысяч тонн свинины. Значит, на будущий год мы планируем уже где-то не менее 4-4,5 тысячи. А со следующего года, я имею в виду 17-го, мы полностью выходим уже на все 8 тысяч минимум. Вообще, задача стоит в том, чтобы область была ориентирована, полностью обеспечивала собственный спрос. По всей номенклатуре продукции сельхозпроизводителей, которую мы производим и можем производить. И, соответственно, продавать как за границу, так и внутри Российской Федерации. У нас надежда большая. Предприятие сейчас заработало. Все, что нужно с нашей стороны, со стороны органов муниципальной власти, с точки зрения дополнительных земель, мы здесь сегодня необходимую помощь, поддержку оказываем. Ну и что могу сказать, что у нас вообще наши аграрии неплохо себя чувствуют уже не первый год. Вот уже на сегодня полтора миллиона тонн зерновых намолотили. И это еще не финанс. Хорошее урожай по картофелю, хорошее урожай по сахару на свекле, по овощам. То есть в целом, на самом деле, аграриями у нас работают неплохо. Крупная компания Мираторг за земельную от 16 тысяч гектаров заплатила почти 300 миллионов рублей. То есть это просто говорит о том, что тульская земля, она ценится, и там серьезная конкуренция была. Ну я знаю, что вы уже пользуетесь этим прекрасным мини-стадионом. Хочу сказать, что вот такие мини-стадионы должны быть во всех школах Тульской области. В этом году наш комитет по спорту и молодежной политике обязуется ввести 25 таких стадионов. В следующем году мы постараемся еще сделать 25. И постараемся за пятилетний срок привести все школьные стадионы в порядок. Но чем удобен этот стадион? Наверное, тем, что прежде всего здесь можно сдавать на нем все нормы ГТО. Стадион будет открыт всегда. Поэтому приходите, играйте, проводите здесь свое время. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. С ноября 2014 года по сей день полигон твердых отходов горит. Обещали нам о том, что работы по засыпке и прекращению горения будут прекращены. Соответственно, это не было выполнено. И мы сейчас запланировали в течение следующей и последующей еще за этим неделью еще засыпку грунтом. Но, естественно, это не остановит нашу работу по работе в суде. Слушайте, работа может трястись сколько угодно. Если у вас помойка растет, то работу вы не ведете. Значит, вы не смогли ограничить поставку, в смысле не смогли ограничить выброс мусора здесь. Значит, давайте протокол. Соответственно, Федосов, Шерин ответственный у нас. Попросим еще Росприроднадзор и Роспотребнадзор. И, Александр Евгеньевич, еще прокурору району подключиться хорошо. Значит, давайте проведем совещание и начальника отдела внутренних дел по Щукинскому району. Значит, нужно четко пригласить. Во-первых, надо начать с беседы, значит, мусоровозов, тех, кто этот мусор возит, для начала. А дальше нужно выработать четкий план, который вы будете реализовывать здесь по ликвидации этой помойки. Ее все равно рекультивировать надо. Значит, нужно обращаться в суд, давайте обязывать собственника, чтобы он рекультивировал помойку. Подано, подано все. Висковые заявления поданы. Вот и реагировать, не стесняясь. Если надо перекопать, значит, перекопать. Если приезжают мусоровозы, сваливают, ну, значит, ставьте камеру и давайте арестовывать их. А в чем проблема-то? Ну, вот до тех пор, пока одному, что называется, по голове не дашь, ничего не происходит. Чего вы сидите, ждете-то? Татьяна Горловна, дайте нам неделю, через неделю мы дадим какой-то понятный, вразумительный ответ. На территории Малых Озерок находится завод «Полимер», который травит нас, жители города Щетина и близлежащих деревень, своими выбросами. Давайте здесь две недели совместные мероприятия проводите. Александр Вениаминович вам согласует в неочередную проверку этого предприятия в связи с многократным заявлением жителей. Договорились, да? Договорились, да?